17 часов в Москве, и мы начинаем бизнес-класс на Финам.ФМ. Итак, сегодня будем обсуждать производство в России. Производство специфическое, на самом деле, тема, поскольку бизнес можно начать в разных сферах. Можно начать его в сфере услуг, можно начать его в торговле, и мне кажется, что в этих сферах, наверное, начать его даже легче. Но, тем не менее, производство – это более стратегический подход. Если вы хотите что-то производить, очевидно, что это требует некого более стратегического подхода, поскольку это вложение, вложение в какое-то, наверное, оборудование, вложение в достаточно долгосрочное вложение. То есть это некая сильная стратегическая заявка. В России производство переживало некоторые откаты назад. На самом деле, как мне кажется, это было в начале 20 века, когда была революция, и в конце 20 века, когда был распад СССР. Но, тем не менее, есть ли у российского производства сегодня шанс? Об этом мы будем говорить с нашими гостями. У меня в студии Артем Агабеков, основатель компании «Фабрика Окон». Добрый вечер, Артем. Добрый вечер. И Андрей Разбродин, основатель и президент холдинга «Даргес». Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Господа, ну, просто чтобы слушатели представляли, кто вы, буквально пару слов у вас и о вашем бизнесе. Ну, нашей компании в этом году исполнится 27 год. Это холдинг «Даргес». Это холдинг «Даргес», да. Правильно назвать его производственно-торговое объединение. Хотя сегодня уже в чистом виде торговое, в значительной мере меньше, чем производственное. Чем занимаетесь? Мы текстильная фирма, крупнейший производитель в России постельных принадлежностей. Подушка, одеял, постельное белье. И у вас собственное производство в России? Да, собственное производство в России, в нескольких регионах. Отлично. Андрей, спасибо. Артем, что у вас? Фабрика окон. Очевидно по названию, что производите окна. Да, название говорит само за себя. Наш бизнес помоложе, ему в этом году исполнилось 8 лет. И второй бизнес, который я представляю, это агентство интернет-реклама «Адвентум». Это реклама в «Диджитал», этому бизнесу 3 года. И фабрика, и «Адвентум» это в большей степени услуги, при этом у фабрики есть свое производство. Также производство в России. Производство в России. Что производите? Окна. Собственно, сами окна. Сами окна производим, да. Хорошо, предлагаю построить программу таким образом. Первую часть, как раз сейчас мы обсудим новости. Вторая часть, во второй части мы обсудим некие отличия между производством, торговлей и сферой услуг, особенности производства. Третья часть, конкурентные ниши, что может быть в России, где именно в России могут быть ниши для, может быть, нового бизнеса. И четвертая часть, обсудим эффективность конкретного бизнеса, может быть, на примерах как раз бизнеса, который вы представляете. Итак, вы можете позвонить по телефону прямого эфира, 495, это код города, 6510996, задать вопрос моим гостям или высказать свое мнение. Либо можете написать на сайте Finam.fm. Итак, сегодняшние новости. Сегодня Toyota и Nissan сообщили о том, что снижают выпуск в Китае после антияпонских протестов. Вот здесь, на мой взгляд, такой интересный момент. Антияпонские протесты, они почему? Из-за того, что они делят острова, насколько вы знаете, острова в Южно-Китайском море, насколько я помню. И вот здесь такой момент. Действительно ли политика начинает очень сильно влиять на бизнес? Вот мы видели с Грузией историю, когда было всем известное событие 2008 года, когда потом последовал запрет на грузинские вина, которые, в общем-то, до сих пор сейчас сохраняются. В какой момент политика начинает влиять на бизнес, и насколько вы считаете это оправдано? Ну, на мой взгляд, политика всегда влияет на бизнес в значительно большей степени, чем, в общем-то, бизнес на политику. Хотя, наверное, в разных странах до некоторой степени это выглядит по-разному. То есть мы знаем, что, скажем, в Соединенных Штатах бизнес влияет на политику очень серьезно. Ну, в нашей стране, если говорить о нашей стране, это достаточно тесная ситуация. Ну, и в преддверии любой, будем говорить, выборной, предвыборной, выборной кампании в любой стране, то есть политическое составляющее влияние на бизнес, на экономические показатели государства, и, в частности, бизнеса, всегда взрастает. Ну, вот можно ли у нас в России представить такую ситуацию, когда, например, люди просто перестают покупать, ну, условно говоря, продукцию какой-то страны в ответ на какую-то, может быть, какую-то ситуацию в политике, там, допустим, острова не отдают, да, ну, допустим, в России. Вот можно ли это представить? Либо это все диктуется, вот как у нас это делалось в 2008 году, можно сказать, со стороны государства. Я думаю, если мы спросим конечного потребителя, то он всегда голосует кошельком. Вне зависимости от политики. Если Toyota производит хорошие, пользующиеся спросом автомобили, да, и они доступны на рынке, он пойдет и его купит. Да, если Toyota этого не делает, то где бы она эти автомобили не производила, он его не купит. Да, если только на уровне государства, ну, не будут какие-то там поднятые таможенные пошлины, или будет, ну, какой-то запрет на ввоз конкретной марки или конкретной продукции организованной. То есть, я думаю, что всегда обыватель конечный, конечный потребитель голосует своим кошельком. То есть, у нас такую ситуацию сложно представить. Если товар хороший, грузинские вина, хорошие вина, то и будут покупать. Ну, с вином это пример такой яркий. Вина классные, но их нет. Ну, да, их нет. С точки зрения Toyota, тут скорее выглядит, как некое использование политической ситуации, для того, чтобы в условиях падения спроса прикрыть некие свои действия, которые явным образом не вызовут удовольствия. Возможно, да, возможно. Ну, вот на неделю приостановил конвейер в своих китайских СП с четверга, вот как раз на неделю. То есть, в общем-то, достаточно серьезная приостановка. Ну, что ж, посмотрим, что там будет происходить. Вторая новость, которую я хотел бы обсудить, также связана частично с политикой. Матвиенко пообещала выгнать всех бизнесменов из Совета Федерации. Вот тема, которая, в общем, муссируется достаточно уже некоторое время, по крайней мере, до последней недели я неоднократно слышал вот эту историю с Геннадием Гудковым. И вот сейчас такая волна как бы поднялась. Всех членов Совета Федерации, увлеченных во владении бизнесом, собираются лишить сенаторских мандатов. Об этом заявила председатель Верхней Палаты Валентина Матвиенко. Как вы считаете, вот даже вот с точки зрения морали, насколько вот этот конфликт интересов, когда у политиков есть собственный бизнес, насколько он, ну, скажем так, оправдан, то есть, по сравнению, например, с той же западной практикой? Как вы считаете, как надо поступать? То есть, насколько эти меры, они действительно имеют смысл? Или это популизм? Это сложный вопрос. Для этого нужно спросить, для чего эти предприниматели со временем политиками стали, да, и когда они стали этими политиками, потому что... Ответ простой, наверняка для лоббирования. Наверняка для лоббирования, да, поэтому если смотреть вот с этой точки зрения, то, наверное, это хорошо, да, потому что, ну, ты служишь государству, если ты политик, да, у тебя не должно быть двух хозяев, которым ты служишь, да, ты служишь государству, ты служишь Россию. При этом, если ты лоббируешь свой бизнес, наверное, это, ну, не совсем корректно, я не могу себе этого представить, там, в Германии, например, был бы жуткий скандал. Вот, с другой стороны, конечно, жалко, что, ну, меньше будет предпринимательской жилки, да, в правительстве, да, потому что наверняка это люди, которые привыкли здраво мыслить, ну, и принимать какие-то решения, исходя из, там, здравой логики, ну, вот, поэтому, я думаю, они своим присутствием как-то оздоравливали, да, общий состав. Угу, хорошо, спасибо, Артем, Андрей, ваше мнение. Ну... Я знаю, что вы состоите в различных организациях, которые наверняка в том числе и лоббируют интересы бизнеса. Да, конечно, я в том числе и возглавляю текстильное сообщество, текстильной и лёгкой промышленности России. Ну, понимаете, у нас, когда мы говорим, то есть, понятно, что виной всему, это наша вечная проблема, проблема коррупции, да, которую ещё поднимали наши классики, как известно, что в России воруют в России, дальше Николай Васильевич Гоголь и так далее, то есть, ничего нового мы не привносим, но способ борьбы с коррупцией, он остаётся по-живанецкому, надо что-то в консерватории подкрутить, то есть, у нас всегда виноват бизнес в этом деле, во всём, а, как говорится, система государственного порода, которая и порождает, по сути своей, её вот сегодняшнее построение и принципы её построения, которые порождает основную коррупцию, она остаётся неизменной, и поэтому, ну, это, на мой взгляд, это очередная политическая попытка искать, как говорится, блок по углам, гонять их по углам. В общем, к хорошему ни к чему не приведёт, в этом смысле я с коллегой согласен. То есть, так же, как и в варианте с милицией, выгонят всех самых здравых, а останутся самые упертые. То есть, если брать вот часть, кто взятку даёт, те, кто взятку берёт, и те, кто организует ситуацию, в которой это, скажем так, возможно, даже не то, что возможно, но там наиболее кратчайший путь для достижения своей цели, всё-таки виноваты те, кто вот эту ситуацию организует или каким-то образом поддерживает. Правильно я понимаю? А с точки зрения системы построения, вы задали вопрос про западный мир, да, он, безусловно, построен в разных странах, немножко имеются свои нюансы. Но если говорить в целом, то, по сути своей, безусловно, социальная сторона любого государства, она достаточно серьёзна и важна, но не надо прятать голову в песок, всё равно основа, как говорится, экономической политики и то, что принимают правительства и то, в каком направлении действуют, задаются бизнесом, системой участия бизнеса в управлении государством, потому что бизнес в конечном итоге создаёт прибавочную стоимость и национальное богатство. Хорошо, это был Андрей Разбродин, основатель и президент холдинга «Даргес», а мы продолжим обсуждать производство в России после новостей. Вторая часть программы, посвящённая бизнесу, мы продолжаем обсуждать производство в России. У меня в гостях Артём Агабеков, основатель компании «Фабрику окон», и Андрей Разбродин, основатель и президент холдинга «Даргес». И у той, и у той компании есть производство в России. И у той, и у той компании производство уже, в общем-то, достаточно давно. Итак, что же можно сказать по поводу производства? Есть ли смысл вообще восстанавливать производство в России? Ну, вопрос, наверное, риторический, конечно же, есть. Насколько вот сложно это сделать, предлагаю обсудить. И перед этим вообще в целом сделать некий анализ. Отличие производства от сферы услуг и от торговли. Как вы считаете, господа, если стартовать бизнес, бизнес, связанный с производством, насколько его более сложно сделать, нежели, например, организовать какую-то торговую фирму? На мой взгляд, это сложнее. Ну, подтвердите или опровергните мои слова? Мне кажется, сложнее организовать для начала денежный поток. Ну, то есть ты… Найти деньги, наверное. Конечно, да, у тебя сначала должен быть организован сбыт, да, и когда у тебя есть уже кому продать, кто тебе этот поток организовывает, то тогда ты можешь уже задумываться, да, нужно тебе производство, и если нужно, то для чего, да. Но если у тебя нету сбыта, то тогда тебе производство не нужно. То есть все идет от спроса. Если нету спроса, то какой смысл что-то вообще производить, если понятно, что никто покупать это не будет? Ну, либо это какая-то там долгоинвестиционная история, да, и ты понимаешь, что там, не знаю, лет через 10 там откажетесь, вот тогда можно… Можно создать спрос, например, да. Можно, да, но это уже такие, может быть, инновационные вещи. Приучить людей использовать свою продукцию, создать какую-то нишу, это некий второй вариант. Знаете, в свете предыдущего вопроса, да, про изгнание предпринимателей из правительства, это такой в нашей стране долгий горизонт планирования, что, наверное, на него мало кто закладывается. Да, вот в этом-то вся, на самом деле, как мне кажется, и проблема. То есть у нас в стране все-таки люди больше предпочитают делать что-то очень быстрое, и то, что приносит достаточно быстро отдачу. А производство – это все-таки некая такая стратегическая часть, то есть это некие стратегические вложения. Андрей, как вы считаете, прав ли я в этом? Безусловно. Тут, скажем так, как бы я ни считал, на это есть очень четкий ответ внутри самой нашей экономики, нашей страны, да. То есть на этот вопрос очень хорошо отвечает банковский сектор. То есть он самым неохотным образом на сегодняшний день кредитует именно производство. Если, конечно, это производство не касается, ну, ведущих производств, производств, то есть металлургии, нефтяной, нефтегазовой. То есть вот то, что в значительной степени находится сегодня и в собственности государства. А вот, казалось бы, почему так вроде бы активы есть, да, то есть производство без активов, как может так быть? Ну, потому что производство – это во всех странах, а в России в особенности – это хлеб очень непростой. Вот, это, как говорится, то, что приносит прибыль далеко не очевидно и не сразу. Вот, что подвержено влиянию очень многих факторов, в том числе и политических, где моржа считается на достаточно длинном плече. Вот, а события, способные негативно повлиять, происходят постоянно. Ну, например. И негативно влияющие. Ну, самый простой вот пример из последних, о которых мы говорим, да, вот вступление России в ВТО, да. То есть, безусловно, нельзя рассматривать эту меру как политическую, да. Это, безусловно, мера экономическая, хотя политики здесь тоже на определенном этапе хватало. Вот. Но даже вот не говоря об этой мере, да, что произошло, например, в легкой текстильной отрасли, то есть, еще не начало работать ВТО, а все банки российские, ну, большинство, скажем, я за все не скажу, я со всеми не общался, но то, что я знаю, большинство тут же пересмотрело критерии рисков для легкой текстильной, в связи с тем, что вступление в ВТО и снижение таможенных пошлин, пусть для некоторых подотраслей постепенные, оно приводит к большей, естественно, рисковости для данных производств. Ну, очевидно. Особенно в условиях того, что пока на сегодняшний день программа поддержки отрасли в чистом виде, она в полном объеме не обнародована. То есть, есть отдельные части этой программы, но как цельная концепция она пока... А можете, Андрей, сказать, вот конкретно, вот банки готовы были кредитовать под такой процент, а сейчас готовы вот под другой? Есть цифры или это просто некое ощущение? Ну, это можно сказать, то есть, тут два аспекта в этом смысле роста цены этих денег, да, то есть, первое, это чистое увеличение процента, то есть, это произошло от одного до четырех в среднем процентов повышения. Ну, то есть, будем говорить, в большей части свыше двух. То есть, есть те, кому на один повысили, вот, будем говорить, что это в основном... Ставки кредитования. Кредитования, да. Но вторая часть, это ухудшили все показатели рисковые, то есть, соответственно, доступность к кредитам уменьшилась в этой связи, то есть, изменилась в сторону уменьшения, изменился кредитный портфель, его размер, да, то есть, размер судной задолженности. Вот, и второе, это залоговые, будем говорить, ситуации, то есть, ситуация с залогами. То есть, одновременно ухудшилось и отношение к залогам. То есть, и качество изменилось, то есть, часть залогов перестали брать в залог, и коэффициенты, по которым эти залоги берутся, ухудшилось. То есть, соответственно, вся, еще ничего в экономике не произошло, то есть, предприятия только набирают после кризиса оборота, многие, да, а их уже де-факто ситуация уже значительно ухудшилась. То есть, еще, да, как бы только-только вот новости. ВТО еще не ударило никого по голове. Структура экономики за 2011 год, вот у меня есть данные по ВВП, вот оптовая торговля 19%, то есть, это пятая часть, финансовая деятельность 16%, от налогов у нас идет 19%, обрабатывающая производство 14%, добыча подлинных скопаемых 9%, то есть, Россия, ну, всем, ни для кого не секрет, что Россия все-таки страна, которая в основном свои деньги бюджетные получает от забывающих ресурсов, нефть, газ, минеральное сырье и так далее. Производство в СССР было достаточно сильно развито. Конечно же, после развала СССР ситуация поменялась, поскольку все торговые связи растерялись, соответственно, та страна, которая была у нас до 1991 года, она перестала существовать. Соответственно, теперь, по идее, государственная политика должна быть выстроена таким образом, чтобы вернуть, как бы, вот ту некую силу, которая у нас была с точки зрения того, чтобы мы могли сами себе все обеспечить в стране. А сейчас абсолютно противоположные тенденции, сейчас все в мире производится в Китае. То есть, сейчас уже страны соревнуются, как бы, получше бы продать друг другу то, что произведено в Китае, обернув это в более красивую упаковку. То есть, вот есть ли такая тенденция? На мой взгляд, она очевидна, и как с ней бороться? Как вы считаете? Артем? Ну, с Китаем бороться сложно. Вот у вас есть проблемы с Китаем? Вот, а если мы об окнах говорим, то у нас с Китаем проблем нет, поскольку мы торгуем на конечного потребителя, и ему нужны окна быстро, здесь и сейчас, по индивидуальным размерам, и поэтому все производство пластиковых окон, если мы говорим о пластиковых окнах, оно в России локальное, да, то есть, логистически сложно, невыгодно перевозить окно на расстояние больше тысячи километров, да, у тебя просто издержки будут транспортные выше. То есть, вы китайцев не боитесь? Мы китайцев не боимся, но китайцы пытаются играть на рынке наших поставщиков, это поставщики комплектующих, такие как фурнитура, пластиковый профиль, да, там, где плечо больше, стекло, вот, там они достаточно, ну, комфортно себя чувствуют, вот, и осваивают потихонечку этот рынок. Андрей, что скажете? Ну, я бы сказал так, что мы вот в своей продукции, то есть, у нас, мы в свое время сделали определенные вложения, очень, будем говорить, удачно еще до кризиса, вышли из всех, будем говорить, основных вложений инвестиционного характера, поэтому у нас достаточно модерновое производство, на сегодняшний день одно из самых современных, будем говорить, в Европе мы в этом направлении постоянно продвигаемся, то есть, после, там, трех, ну, двух с половиной лет, будем говорить, кризисных, когда мы ничего не покупали из нового оборудования, мы сейчас эту ситуацию опять реанимировали, и движемся по пути постоянной модернизации, что, в общем, дает нам основание говорить, что китайцев мы тоже не особо боимся. Ну, а чувствуется их присутствие вот нарастающее на рынке? Присутствие их чувствуется, конечно, и в легкой текстильной, в особенности, хотя на сегодняшний день, если брать объективные показатели, то их присутствие в значительной степени обеспечивается самим государством, то есть Китаем, да, то есть не столько именно экономическими показателями самих фирм, потому что на сегодняшний день, мы это знаем хорошо, мы этим постоянно занимаемся, вот, и в общественном, и в частном плане, будем говорить, чисто для фирмы себестоимость китайской продукции, она выросла, зарплаты там растут, будем говорить, то качество, которое они делали раньше, используя только чисто ручной труд в нашей отрасли, оно уже ушло в прошлое, потому что сегодня им нужно иметь то же самое оборудование, чтобы производить системно в больших количествах такое же качество, как делаем мы, например, сегодня, да, вот, и, а это стоит тех же самых денег, то есть что в Китае, что здесь, то есть определяет уровень заработных плат, ну, то есть вся, условно, постоянная составляющая, да, а вот программы правительства, которые постоянно стимулируют свой экспорт, стимулируют отрасли в зависимости от их положения, делают это быстро, гибко, очень жестко, иногда нахально, и, в общем-то, в обход всем процедурам ВТО, членами которого Китай тоже являются, потом там происходят разборки, это дезавуируется, но, тем не менее, это все время вбрасывается, поэтому это, конечно, позволяет китайцам, вот, как сказал Артем, достаточно активно и жестко себя чувствовать на любом рынке, не только на российском. То есть в основном, в целом, влияние китайцев падает, но оно, вот это вот влияние, падение этого влияния нивелируется тем, что государство, то есть, соответственно, Китай очень сильно помогает, очень сильно агрессивно... Видите, влияние китайцев падает еще и потому, что, в общем-то, все понимают, что такое монополизм на сегодняшний день, да, и вот если говорить про легкую текстильную, то в течение последних лет государство Европы, в частности, Россия, столкнулись именно с проявлением такого монополизма, когда Китай, доминируя на рынке хлопка и на рынке синтетических волокон, он в течение, там, одного-двух месяцев на 50-60-70% поднимал цены на исходное сырье, что вообще, в принципе, на рынке, как известно, недопустимо, то есть экономика любых покупателей выдерживает в течение, там, более длительного времени, в течение года 10-15, ну, 15-15 это даже много, 10% подъема по цене. Здесь и рынки складывались, многие фирмы, в том числе и европейские, закрывались очень быстро, потому что были закуплены фьючерсы, это уже не обеспечивалось, ну и так далее и тому подобное. Ясно, то есть китайцы, китайцы представляют угрозу, но не критическую для российского производства, собственно, ВТО, естественно, для российских производителей ничего, в общем, хорошего не несет, насколько я понял. Продолжим обсуждать тему, затронем моральный аспект производства против торговли после новостей. Обсуждаем производство в России с моими гостями, которых есть собственные компании, которые имеют производство в России. Артем Агабеков, основатель компании «Фабрика окон», и Андрей Разбродин, основатель и президент холдинга «Даргис». У меня в гостях. Вы можете задать вопрос моим гостям, либо высказать свое мнение по телефону прямого эфира 495, это код города, 6510996, это телефон, к которому вы можете позвонить, либо можете написать на «Финам.фм». Еще такой момент, достаточно, на мой взгляд, интересный. Это моральный аспект производства. Все-таки это создание чего-то весомого, материального, в отличие от торговли, когда вы просто выступаете как посредник, находя, скажем так, где-то хороший спрос, где-то хорошее предложение и их как бы соединяя. То есть у нас традиционно не любят спекулянтов, не любят фарцовщиков и, наверное, любят людей, которые производят что-то. Вот как вы считаете? Ну и кроме того, производство – это же создание рабочих мест, и все понимают, что это очень большой позитив для страны в целом, ощущаете ли вы вот такую, как бы, моральную, скажем, моральный аспект? Ну, я на себя не могу примерить вот это угрызение совести, что мы являемся перепродавцами без всякой добавленной стоимости. Но вы же еще и производите. Мы как раз занимаемся, вот основное усилие в моей компании, оно направлено на обслуживание клиента и на сервис. И если мы говорим о себестоимости продукта, то большую часть, да, или большую, если хотите, в себестоимости продукта занимает как раз стоимость услуг, да, зарплата людей, которые эти услуги оказывают. Поэтому в компании суммарно у нас работает около 500 человек, из них на производстве занято порядка 100. То есть если мы говорим о предпринимателе и о том, какой он создает смысл для людей, то на одного работающего в цеху, да, я создаю, компания создает четырем людям смысл, которые занимаются обслуживанием клиента. То есть у вас основная часть, это все-таки не производственный персонал, а персонал, который работает в сфере продаж, наверное. Ну, в сфере сервиса обслуживания продаж. Это монтажники, это диспетчеры, это логисты. То есть это долгая история, потому что мы продаем окна не комплектами, мы устанавливаем окна под ключ, да, и это не то же самое, то есть мы с розничным клиентом в основном работаем. То есть у вас полный цикл, вы производите, продаете и, соответственно, устанавливаете, еще и поддерживаете, наверное. Да, и я смогу сказать следующее, что я бы с удовольствием в свое время не открывал бы производство, если бы у меня был бы, если бы я нашел в России адекватного партнера, поставщика, производителя окон, который бы удовлетворил бы нашим потребностям в качестве окон. Да, то есть мы открыли свое производство не потому, что мы поняли, что мы сейчас там заработаем кучу денег на том, что мы будем покупать там на x процентов дешевле, по себестоимости окна выходят приблизительно одинаково, но мы контролируем качество этого окна, что гораздо важно для конечного, ну, что гораздо важнее для нас, как компании, которая работает с конечным клиентом. То есть, если брать маржинальность бизнеса, получается, что производство, вот эта часть, которая производит, она, в общем-то, проигрывает той части, которая продает, обслуживает и так далее, с точки зрения той прибыли, которая это генерит, эти части генерят. У нас добавленная стоимость и уникальность, она создается не на уровне производства, она создается на уровне обслуживания клиентов. Понятно. Потому что очень много производств, невысокий порог входа, здесь, наверное, там другая у нас история, чем Андрея. Да, мы сейчас Андрея спросим как раз. Андрей, а у вас как, как вы считаете, вот насколько производство имеет серьезный такой, во-первых, моральный аспект, позитивный и маржинальность вот той части, которая продает и той части, которая производит? Ну, понимаете, к сожалению, это характерно не только для нашей страны, то, что я сейчас скажу, да, это, в общем-то, на сегодняшний день сдвиг, он практически по всему миру произошел в таком плане, да, то есть мы знаем, что такое базис, что такое надстройка, да. Поэтому всегда, и так учили и в советское время, по сути своей ничего не изменилось и сегодня, кроме некоторого, вот что и приводит в результате к кризису, да, то есть, когда надстройка начинает доминировать над базисом в значительной степени. Если так глобально смотреть, не причина ли это, не одна ли это из причин вот того кризиса, который сейчас у нас есть? Конечно, глобального, мирового кризиса, да, потому что деньги начали надуваться, то есть, с одной стороны, произошел некий кризис перепроизводства, то есть, поскольку потребление из-за надувания денег, оно выросло, да, то росли какие-то производства, но они не получали того адекватного ответа на то, сколько они затрачивают в результате. Отсюда и быстрое сворачивание многих производств, понимаете? То есть, многие оказались слабоустойчивыми в условиях кризиса, именно потому, что они вот работали очень узко, скажем так. Не очень хорошо продавали, скажем так, да? Нет, они хорошо продавали, но в момент высокого потребления, когда вот каждому находилось место и когда прибавочную стоимость, то есть, ну, можно было продавать... Когда у тебя покупали, они это продавали, да? Да, да, да. Да, вот, то есть, чтобы в глубину не залезать, остановимся на этом. Поэтому, понимаете, все-таки у нас в стране, да, это отношение такое, но я скажу, что, понимаете, по большому счету все равно, каким бизнесом заниматься, лишь бы это был, как говорится, честный, правильный, чистый бизнес. Вот, потому что любой бизнес создает рабочие места, и любой бизнес заслуживает уважения, потому что это труд, это работа, это ответственность, да? Это ответственность за людей, которые у тебя работают, за выплату им заработной платы, за их здоровье и много еще всякого рода ответственности, которая так или иначе лежит на руководителе, на менеджменте, на главном и так далее. Вот. Производство, да, традиционно в нашей стране, если ваш вопрос, понимаю ли я и как я к этому отношусь, ну, я поэтому и пошел, потому что каждый для чего-то рождается в этой жизни. Кому-то интересно играть в футбол, кто-то любит кататься на лыжах, да, а кто-то как сумасшедший там на доске по морю, да, поэтому это же не значит, что кто-то сумасшедший, а кто-то хороший, да, это просто разность потенциалов, кому-то интересно делать подушки, кому-то интересно их хорошо, грамотно продавать. И то, и другое очень важно, потому что без хорошего продавца, без того, кто может мне грамотно поставить задачу и описать потребительскую матрицу, я не могу построить план и грамотно и красиво произвести. Поэтому надо просто не забывать, что первично, что вторично, чтобы торговля не задавливала производителя в одну сторону. Торговля, банки и так далее. Согласен. Ну а все-таки, вот сколько денег приносит, какая маржинальность у производства и какая у торговли? У вас же есть и то, и то. Вот что более привлекательное? Ну, понимаете, у нас нет торговли. У нас мы, это уже, как говорится, название, то, что я вам сказал, это уже значительные дань истории, потому что мы пытались, то есть из торговли на сегодняшний день, у нас есть собственные буквально там две торговые точки, да, в которых мы просто держим, ну, специальные цены, фактически без магазинной наценки, да, и с помощью которых мы, ну, для себя производим некоторые тестирования, вот, рынка, нового ассортимента, когда он у нас появляется. То есть, по сути, это говорит о том, что для вас торговое направление, в общем, не выстрелило, да, то есть, не было особого в нем смысла. Ну, мы изначально были ориентированы на грамотное, очень качественное, высокоорентабельное производство, и поэтому смешивать в одной компании две эти вещи, это не совсем правильно и разумно. То есть, я еще раз сказал, каждый должен заниматься своим делом. Понимаете, то есть... Физинг представляет из себя производственную компанию и буквально небольшой такой торговой... Производственно-логистический, вот такая система, немножко назовем ее финансовая, то есть... А где расположено производство у вас? В Подмосковье, в двух на сегодняшний день городах Подмосковья, ну, правильно сказать, уже в одном, потому что вторую фабрику мы закрыли, и там, по сути, своей на сегодняшний день уже пустующее помещение. И вторая фабрика у нас находится в Саратовской области, город Артищево. А понятно, почему, наверное, чем дальше от Москвы, тем дешевле рабочие руки, тем, соответственно, рентабельнее производство. Ну, не только поэтому. А еще почему? Тут еще исторически так сложилось, то есть, мы, по сути, свои обе фабрики, они в период распада были выкуплены, то есть, потому что до этого вот мы начинали на площадях, которые арендовали у станции технического обслуживания автомобилей, вот, в свое время, а потом просто на заработанные вот от продажи первых подушек, там, одеял средства покупали акции, лежащих на боку предприятий, которые ранее занимались этим профилем, в частности, это предприятие города Зарайска, а в дальнейшем город Артищево. То есть, это были первопуховые фабрики, которые, одна из них осталась первопуховой, а вторая полностью перепрофилированная, и там производятся сегодня все современные наполнители, которые известны в мире, начиная там от синтетических волокон, шерсти, кончая там разными видами шелка, тростника. Вы делаете все практически? Да. Качество российских товаров, вот такой момент, который очень многие, ну, такой спорный, скажем, момент, даже была у Семена Слепакова даже песня специфическая, которая так высмеивала качество российских товаров. Ну, вот, действительно, приходя в магазин, часто люди просто покупают импортное ради того, чтобы получить некую уверенность, что качество будет лучше. Что делают российские производители для того, чтобы убедиться, что их качество выше, и делают ли они что-то, либо они просто ориентируются, как, например, компания ВАЗ, которая делает машину для просто людей, может быть, которые, ну, на мой взгляд, не очень прихотливые. Знаете, мы, как компания, если мы говорим о компании производственные, да, мы скорее играем по, как все оконные компании, мы играем по тем правилам, которые задают нам поставщики технологий, да, это поставщики оборудования, это поставщики комплектующих, да, и здесь есть уже, в общем, не нужно изобретать велосипед, да, здесь уже есть какие-то мировые примеры, как эффективно строить производственный бизнес в нашем сегменте рынка, да. Есть, говоря о Тойоте, тот же вездесущий Кайдзен, да, это система постоянных улучшений, да, мы следуем ей, там, мы, там, стараемся тоже, там, постоянно улучшаться. То есть вы внедряете мировые практики? Мы, безусловно, внедряем мировые практики, мы смотрим, что есть нового, но это не, скорее, это не в нашем случае, это нужно для того, чтобы сократить количество брака и таким образом повлиять на конечную стоимость продукта и на удовлетворенность клиента, потому что если мы выпускаем брак, да, за завод, за забор, да, это для нас чревато неудовлетворенными клиентами, что, в общем-то, чего бы хотелось избежать. Есть ли амбиция какая-то, например, стать мировым лидером, что это такое? Вы знаете, говоря об амбициях, я вижу амбиции в смыслах, продукт, который мы даем людям. Вот вы говорили 10 минут ранее о том, какую предприниматель выполняет роль, а Андрей говорил о том, что каждый предприниматель для чего-то рождается. Вот мне кажется, что очень важно, каждый человек для чего-то рождается, и кто-то становится там книгобежцем, кто-то становится там спортсменом, кто-то становится финансистом. Здесь важно, наверное, понять, в чем твой находится талант и постепенно его развивать. То есть миссия, да? Миссия компании, вот есть такое понятие. Если хотите, да. И задача меня, как предпринимателя, дать смысл людям приходить на работу и выполнять свою работу хорошо, служить клиенту. Это можно так назвать миссия компании? Или это миссия конкретно вас, конкретно ваша миссия? Это, наверное, моя задача, это моя функция. Потому что очень хочется создать сильную корпоративную культуру, в которой неважно, чем бы мы сегодня торговали, это могут быть окна, это могут быть натяжные потолки, это может быть завтра что-то еще. Наша задача – оправдывать ожидания клиента. Ясно. Андрей, буквально в двух словах. Есть амбиция? Стать мировым лидером? Ну, похоже, может быть, что-то. Может быть, в другом какой-то, в другой сфере, в другой плоскости. Я немножко, я все-таки отвечу на ваш первый вопрос очень коротко. То есть, по части качества отечественных товаров. Понимаете, некачественных товаров зарубежных гораздо больше, потому что их просто больше в России, чем отечественных. Хорошо, Андрей, продолжим уже после новостей. Обсуждаем ниши для производства в России. В гостях Артем Агабеков, основатель компании «Фабрик Окон» и Андрей Разбродин, основатель и президент холдинга «Даргис». Вы можете позвонить и задать свои вопросы, либо выразить свое мнение по телефону прямого эфира 495, это код города. Сам телефон 65 10 996. Звоните или пишите на сайт Финам.ФМ. Итак, Андрей, продолжаем тему. Миссия. Есть ли у вас какая-то, у вашей компании, у вас есть ли какая-то миссия? Ну, знаете, на мой взгляд, самая правильная миссия, которая не ведет ни к каким, в конечном итоге, комплексным и нервным расстройствам, это миссия нормально, профессионально, хорошо делать свое дело. Делать свою работу. Да. Просто делать свою работу. И стараться по возможности, конечно, насколько это удается, ну, быть несколько впереди своих конкурентов, пытаться. То есть стремиться к совершенству в какой-то отдельной сфере. может стать, иметь какой-то потенциал сильный. Но, может быть, у вас есть какие-то дополнительные мысли. Я думаю, что вот, например, агропродукция, несмотря на наш климат, все-таки у нас основная часть страны лежит довольно в холодных широтах. Но, тем не менее, вот агробизнес, большие площади, мы же самая большая страна. Что мы можем делать в России, чтобы весь мир сказал, о, вот это вот продукция российская, это звучит гордо. Девушки у нас очень красивые. Ну, это как, знаете, как природные ресурсы, как газ и нефть. Как газ и нефть. То есть их можно только добывать. И мы здесь ничего не делаем. Все, что связано с последующей переработкой и с какой-то добавленной стоимостью, у нас получается либо очень дорого, да, либо некачественно. Вот, поэтому чем ближе к сырью, чем ближе к источнику, тем более мы конкурентно способны. Вот в том-то и проблема, что мы берем какие-то простые вещи из земли, да, простые какие-то минералы, либо горючее, то есть нефть, и получаем взамен уже какие-то готовые товары. То есть мы ничего практически не производим сами. Вот это очень грустно. Когда же мы будем, наконец, что-то сами производить, там, брать какой-то ресурс Запада и давать им какой-то готовый продукт? Это не вопрос отрасли, это вопрос, это вопрос, наверное, принципов, правил и корпоративной культуры компании, общества, государства, которые тебя поддерживают как предпринимателя, которые тебя учат как гражданина, да, работать эффективно. Потому что если мы возьмем, допустим, тех же самых немцев и мы возьмем немецкие бренды автомобильные, да, они плюс-минус одинаковые. Это вопрос вкуса, да. Ауди, Мерседес, БМВ, они, в общем, один уровень. И потребительских предпочтений, да. Но почему его трудно здесь создать? Потому что для того, чтобы он был таким, тебе нужно заселить, условно, этот город несколькими поколениями немцев, да, для того, чтобы они, ну, эффективно работали, отождествляли себя с компанией, да, там, думали о том, как этот бизнес развивать, там, не перекидывали, как в туалете через забор запчасти, да, и тогда ты можешь, наверное, что-то на выходе качественное произвести, да. То есть проблема в истории, со временем это у нас должно получиться. Когда будут поколения, которые будут мыслить в таких же... Проблема в стереотипах общества, это, возвращаясь к началу нашего разговора, пока, ну, на уровне предпринимателей, правительства все живут от выборов к выборам, да, и горизонт планирования несколько лет составляет, все думают очень краткосрочно, да, как можно быстро и эффективно построить свой бизнес. А вот такие, ну, производственные компании такого порядка, да, как та же самая Toyota, да, это компания построена поколениями людей, которые себя отождествляют с компанией, которая настолько патриот этой компании, что он готов, не знаю, там, жить, да, и готов там все, весь свой талант, всю свою душу вкладывать в это дело. Вот когда мы научимся на уровне предпринимателей такие условия для своих людей внутри команд создавать, да, вот тогда мы сможем быть конкурентным, ну, на любом рынке. Но для этого нужно научиться быть конкурентным сначала на российском рынке, а потом же выходить на международный. Тогда связанный вопрос о российское государство, что делает для того, чтобы поддержать предпринимателей? Андрей, наверное, вопрос скорее к вам. Я бы сначала хотел вот с своим коллегой не согласиться чуть-чуть, да, потому что я не считаю, что вопрос стоит в том, чтобы завести целую деревню трех поколений немцев, и только тогда можно решить эту задачу. То есть, это, знаете, как в этом самом, хочется много чего сделать для народа, только вот жалко, народ мешает. Вот, понимаете, поэтому, на мой взгляд, ситуация, она в значительной степени заключена в том, что стереотип мышления, он не только, будем говорить, у населения в значительной степени, но и у многих сегодня людей, которые определяют политику, экономическую политику страны. Вот, то есть, вот эта приверженность к трубе, как это принято говорить, сырьевое проклятие, да, оно мешает достаточно капитально-стратегически мыслить, и, соответственно, создавать правила определенной игры, да, потому что, по сути своей, понимаете, это вот как в хоккее, да, изменили чуть-чуть правила вне игры или там в футболе, да, и вне игры смотрятся по-другому. И все стали играть по другим правилам, то есть, не все сразу стали играть хорошо, но все стали стараться, как минимум. Поэтому, будем говорить, от системы правил, от построения системы всегда очень много зависит. Ну, а делает что-то государство, вот так, если говорить, да или нет, вот, скорее делает или скорее не очень? Понимаете, это в любом случае процесс двунаправленный, да, то есть, государство, безусловно, участвует. Участвует ли оно в достаточном? Хотелось бы, чтобы оно участвовало более системно, вот, то есть, даже не количественно, а я бы именно сказал, более системно, вот, понимаете, вот. Но, тем не менее, я не могу сказать, что на сегодняшний день, вот, мы много работаем общественной структурой нашей с государственными структурами, и я не могу сказать, что мы не добиваемся некоторых результатов. Они, конечно, хотелось бы, как я сказал, более системных, более качественных результатов, но, тем не менее, кое-какие они есть. Ну, у нас программа о бизнесе, и, тем не менее, несмотря на... Да, государство поддерживает бизнес. Несмотря на то, что, конечно, не все так хорошо, все-таки у моих гостей есть замечательный бизнес, который, я думаю, приносит деньги, иначе бы они бы вряд ли стали им заниматься. И здесь у меня несколько вопросов, вот, о масштабах бизнеса, и насколько действительно эффективен бизнес. Вот, вот, чистая прибыль, оборот, вот, какие-то такие показатели можете рассказать по, как бы, своим компаниям, Артем? Понятно, что компании не публичные, но все-таки, как-то, какой-то примерный, вот, примерное представление для наших слушателей, которые, может быть, хотели бы начать бизнес, вот, подобный. На что стоит ориентироваться? На что стоит ориентироваться в деньгах, в цифрах? Мне кажется, если вы открываете свой бизнес и ориентируетесь при этом на деньги, то его не стоит вообще открывать. То есть нужно с душой подходить, что душе хочется, то, соответственно, и делать. Нужно какой-то для себя найти смысл, в этом деле оно должно тебя радовать, и оно должно, ну, клиенту каким-то образом быть полезным. Вот, когда ты нашел это что-то, да, я помню притчу про одного старика, который по выходным плел корзинки, да, и был счастлив, а ходил в будни на работу и заставлял себя это делать, да, у меня вопрос, почему он не сделал свое хобби основным видом деятельности? Ну, видимо, потому что заплетение корзинок, ему никому эти корзинки, наверное, были не нужны. Были нужны, они пользовались спросом, он мог бы стать корзиночным магнатом, но он выбрал для себя первый стереотипный путь, вот. Вот, поэтому, если вы открываете свой бизнес, мне кажется, здесь нужно для начала понять, что ты хочешь, что ты хочешь дать людям, что ты хочешь дать клиенту, вот. И тогда, если это искренний запрос, то ты в этом деле будешь успешным, потому что у тебя будет определенное видение, и ты вокруг себя будешь подбирать правильных людей, которые думают подобным образом, да, и тогда будет эффективность, тогда будет и ориентабельность, тогда будет и масштабы, но это уже все следствие. Ну, это хорошо и красиво звучит, но все-таки есть ли смысл? То есть, может быть, какая-то сфера звучит хорошо и хочется ее делать, но нету спроса, допустим. Я могу, окей, я скажу про пластиковые окна, что сегодня основную долю наших клиентов мы получаем в виде повторных клиентов и клиентов по рекомендации. Да, если бы мы сегодня заходили на рынок со стоимостью привлечения первичного клиента, то этот бизнес был бы убыточен. Угу, понятно. Да, поэтому наша реклама, она полностью построена на том, чтобы выстроить систему таким образом, чтобы клиент на выходе был доволен, чтобы оправдать его ожидания. Нам это не всегда, конечно, удается, но мы к этому стремимся, это такая долгая, долгая работа. Андрей, за счет чего зарабатываете вы? Удивительный вопрос. За счет правильной работы, за счет этого и зарабатываете. Ну вот Артем выстраивает бизнес так, чтобы к нему приходили люди, возвращались, и, соответственно, этим он как бы берет свою долю у конкурентов. Мы берем изначально тем, что мы принимаем на работу правильных людей. Ну это понятно, да, но следствие то, что клиент приходит снова и, соответственно... Как следствие клиент приходит снова. Да, да. Ну, понимаете, у каждого просто свой клиент. У Артема клиент уже конечный потребитель. У нас клиент крупные оптовые сети. Такие как Икеа, Метро, Ашан, Лента та же самая, ну и так далее. То есть практически все известные в России крупные и средние сети. За счет чего вы работаете, скажем так, и держите свою долю рынка, берете ее конкурентов? Ну принцип тот же самый, нужно предоставлять необходимый уровень сервиса. Только у них свои требования, у конечного клиента свои требования. У вас B2B, у Артема B2C. Да, вот, собственно, основной принцип и рецепт, он делает то, что нужно. Вот, с одной стороны. С другой стороны, безусловно, подвигая своего клиента покупать в значительной степени то, что нужно тебе, то, что внутри производственной матрицы достаточно выгодно производить, помимо всего прочего. То есть будем говорить ассортиментно, потому что, ну иначе и торговля в конечном итоге загонит себя в угол. Потому что сегодня торговля часто пытается покупать просто там 2-3 наименования того, что самое дешевое. Вроде это кажется на первый взгляд самым простым, но как только отсутствует ассортимент и возможность выбора, да, через некоторое время происходит неизбежный спад. А все-таки, если вот, например, начинать бизнес, все-таки стоит начать сразу с производства или попробовать сначала, как бы, вот, как говорил Артем, сначала попробовать в торговле, понять, есть ли спрос, и потом уже начинать производство, как более, скажем так, тяжеловесную часть, которая более сложная и, может быть, не такая маржинальная. Как вы считаете? Это многое от чего зависит. Это зависит от глубины кошелька, это зависит от того, для чего ты этот бизнес начинаешь. Да, это зависит от того рынка, на который ты заходишь. Если это очень плотный конкурентный рынок, то тогда, если ты на него заходишь как производитель, тебе нужно достаточно большое плечо и глубокое дыхание. Потому что тогда, как в Китае поступает, длинные деньги, они заходят в какую-то отрасль, отжимают целую нишу, а потом уже, когда никого не осталось, потихонечку они выходят в плюс. Хорошо, то есть зависит от ситуации. Андрей, есть что добавить? Да нет, я бы, наверное, на этом остановился. Хорошо, ну что ж, наша программа подходит к концу. У нас в студии были наши гости Артем Агабеков, основатель компании «Фабрика окон» и Андрей Разбродин, основатель и президент холдинга «Даргис». Большое спасибо вам, как экспертам, за беседу. Спасибо вам. Итак, после новостей нашу программу продолжит программа Олега Дмитриева «Сухой остаток». Программа посвящена макроэкономике, фондовому рынку и всему, что с ним связано. А это была программа «Бизнес-класс» на «Финам.ФМ» и я, Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. Всего вам доброго.